На самом зрелищном празднике Ненецкого округа Бурандея в этот раз мерились не только спортивной силой. Конкурс «Веселые сани» собрал лучших изобретателей Нарьинмара. С высоты птичьего полета на самой высокой горе Центра активного отдыха «Большуха» за первым спуском санных устройств наблюдала и наша съемочная группа. Слово Любови Пермяковой. В этом году конкурс «Веселые сани» посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Поэтому участники примерили на себя образы тех времен. Причем конкурсантам нужно было не только смастерить креативные сани, но и продемонстрировать их технические возможности, спустившись с горы. Так, осторожно, если готовы. Например, одни из самых ярких участников, фавориты конкурса «Веселые сани» Сергей Цюлюпа и Елена Черепенина изготовили «Катюшу», напоминающую автомобиль времен войны. Вот, пожалуйста, вот у нас здесь кнопочка включается, вот включается. Делали мы ее совсем мало, четыре дня. Готовились к победе. Ну, что еще сказать? Делали для внука. Фантазии участников на конкурсе не было предела. Маргарита и Александр Дуркины представили на суд жюри работу «Майское застулье», угостив зрителей не только вкусными блюдами, но и песней. Готов? А группа в поддержке? Где у нас? Где у нас группа в поддержке? За праздничным столом в семье Дуркиных можно было не только вкусно угоститься, но и весело прокатиться. Символизирует то, что вот дед пришел с фронта, его внучка встречает. Все на саморезах, все прикручено. То есть все крепко держится. И вентилятор закручился. Кто помогал вам делать? Завелся. Кто, внучка не помогала? Конкурс «Веселый Саня» удивил зрителей не только креативом, но и возрастом конкурсантов самой старшей участницы за 90 лет. Бабушке у нас 92 года, она у нас медсестра, оказывает первую помощь. Люди тоже были важные во время войны. Несмотря на возраст, женщина была в полной боевой готовности. Ведь семья Детковых представила на конкурс «Саня» 31-я бригада, посвященная оленолыжному батальону Корейского фронта, защитникам заполярных сопок. Именно оленей и лыжников боялись немцы. И в годы Великой Отечественной войны защитники заполярья проявляли чудеса героизма. Все работы получили заслуженное внимание зрителей. Ну а самые творческие инженеры – денежные призы. Первое место досталось изготовителям саней «Катюша». Серебро получил Иван Апицын и Филипп Кычин. Авторы майского застолья заняли третье место и получили 10 тысяч рублей. Специальный приз уполномоченного по правам ребенка Ниньского округа получили сани «Корабль гремящий».